Привет, друзья! Откуда что рождается? Ну, например, откуда возникло у меня в методе ключ слово синхронизация, когда мы говорим, находишь действие синхронное текущему состоянию. Ну, это мне подсказал мой шеф по диссертации, уважаемый, дорогой мне человек, профессор Михаил Николаевич Хоменко, когда я показывал упражнение лыжник. Он говорит, синхронизируйся. Это сразу мне запало, и поэтому второе название метода ключа иногда звучит, ну, например, в одной из книг она так и называется в английском издании, синхрометод. Да, а вот слово ключ откуда появилось. В 81-м году, когда я создавал модель невесомости у космонавтов в земных условиях, чтобы они быстрее адаптировались, преодолевали стресс и перегрузки, там я посадил воспитателей и попросил их воспроизвести по памяти состояние невесомости. Ну, кто летал в невесомости? И у них стали всплывать руки. И кто-то сказал, ой, это же ключ. Так и запало мне, и тогда впервые появился ключ, метод саморегуляции ключ. И первая книжка у меня называлась, которая вышла в 90-м году в издачество «Молодая гвардия», «Ключ к себе». Так что я хотел сказать. Главное, это я хотел сказать, что наука, ее критерии повторяемость, что в одних и тех же условиях одно и то же событие повторяется. И вот это событие, когда зарегистрировано, и эти условия зарегистрированы, это уже научные критерии. Искусство отличается от науки тем, что неповторимость. Да, но если поглубже покопаться, то в искусстве мы заметим, что в настоящем искусстве как раз те же самые законы природы работают, только написаны они другими нотами. И вот, смотрите, волнообразность, вибрации, колебания. Это я вам читаю прямо то, что я сегодня записывал. Я когда-то в каком-то фантастическом рассказе читал, что запах – это колебания в микронном диапазоне. А вот смотрите, модальности, что это такое? У нас же пять органов чувств. Вот, и они относятся между собой, взаимодействуют между собой. Вот именно по принципу, как я понял, все энергетики, то есть увеличивают влияние друг друга, да, или как антагонисты. Так это же и есть в китайском уцин. Пять элементов – там земля, воздух, вода, металл, дерево. Взаимоотношения их вот такие вот пять этих конкурентные и усиливающие. Там, например, дед, внук, там отец, сын. Вот посмотрите, когда, допустим, кто-то громко закричал, зрение, да, вот, зрение, вот, громко закричал, а в глазах потемнело. Вот так заорал, что в глазах потемнело. Видите, конкурентные, да? Ну, вот теперь я сидел, значит, у отца русского и советской механики, академика Роботнова, я ему помогал, чтобы у него рука работала. И вот, значит, я ему задал вопрос, а что вам мироощущение ближе всего? И академик Роботнов сказал, сыпучесть, тягучесть. Так он потому и отец русской и советской механики, потому что для него это близко, он мог мыслить в этих категориях. Посмотрите, как интересно. Вот есть люди, которые модальность такая, запахами воспринимают. Ну, как собака, например, она, ну, я не по отношению к человеку, я вообще говорю, собака, она по запаху чувствует след. Идет вот так вот. Другой-другой спектр вот этих вот колебаний, вибраций, волны вот этой вот. Другой спектр, он зрением воспринимает, а кто-то воспринимает тактильно. Но это же есть модальности, которые в НЛП используются. Ну, это же все очень интересно, правда? Ну, вот же какие интересные закономерности. Да, друзья. А вот давайте мы как раз-таки с этих позиций посмотрим. Ведь в той книжке, которая вышла недавно у меня, там как раз-таки участники школы, человек будущего, Homo Futurus, свои приемы предлагают. И там их имена, и эти приемы. И каждый, зная принцип ключа, может подбирать свои приемы, лишь для себя создавать их новые и новые. Это же супер, да? И поэтому я вам предлагаю, вы тоже подумайте, и в эту книгу попадете вместе со своим именем авторским. Следующую книгу, которая у меня условно, она будет называться «Женская тайна наука человечности». Да, и там будет еще подзаголовок, сама суть, да? Ну, мы об этом еще потом поговорим. А вы пока вот попробуйте придумать себе новые приемы, зная принцип ключа и зная принцип синхронизации, то есть действия синхронной вашему текущему состоянию. А я в следующем ролике скажу потрясающую вещь. Вот увидите. Вот увидите.